Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Мы посвятили несколько роликов обсуждению конфликта между Молстроем и Асхабом Тамаевым, в котором также участвует Юра Джеткар, подавший на Молстроев суд и требующий с него 200 миллионов рублей компенсации. И новости про Андрея не заканчиваются. Недавно было анонсировано большое интервью с ним, о котором мы сегодня расскажем. Поговорим и о другом участнике Бифа, об Асхабе Тамаеве, который попал в еще один скандал, из-за чего блогера прям-таки начали отменять. Подключилась даже Екатерина Мизулина. Сегодня обсудим эту ситуацию подробно. Скажем и про западные новости, где громче всех выступил Кань Уэст. Он заявил, что заканчивает карьеру, и мы скажем об этом пару слов. Поговорим и про другие инфоповоды рэп-игры. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Асхаб Тамаев, находящийся на данный момент в громком конфликте с Мелстроем, попал в новый скандал. В сети появилось видео с Асхабом, где тот дал пощечину подростку в Москве. Предварительно из-за того, что тот спародировал его узнаваемую фразу «это моя машина». А вот как звучит та самая знаменитая фраза Асхаба. Моя машина. Вот эти номера, вот эти номера должны вот тут стоять. Это моя машина. Это моя машина по закону. Вот эти номера вот тут должны стоять. Но пока машина моя, это моя машина. В беседе со зданием Шот, очевидцы рассказали, что подросток в черном, увидев блогера, крикнул ему в шутку «это моя машина». Ту самую фразу, которую сам Тамаев часто использует в своих видео. Именно после этого Асхаб и нанес пощечину. Кстати, реакции последовали незамедлительно. Екатерина Мизулина раскритиковала Тамаева и назвала его скамером. Вот ее слова. «Скамера Асхаб Тамаев, продвигающий онлайн-казино, вчера дал подростку пощечину в Москва-Сити. Это вообще нормальное поведение взрослого человека по отношению к подростку? Так должен вести себя мужчина, тем более теченец. Это пример для подражания молодежи. Сам зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5000 рублей за регистрацию. Сам их еще и бьет. Ему опять ничего не будет. Я не понимаю, почему ему все сходит с рук. Просто не понимаю и удивляюсь». Как выяснило издание Шот, пострадавшим в этой истории оказался 16-летний студент Московского колледжа мировой экономики и передовых технологий по имени Марк. По его словам, злополучный день он гулял с друзьями. Они увидели крутой спорткар и побежали к нему, чтобы разглядеть его поближе. Из салона Ламборгини вышел Тамаев. Марк в этот момент решил выдать коронную фразу блогера «Это моя машина». А уже через несколько секунд получил за это по лицу. Парень признался, что не хотел как-либо обидеть Тамаева. Но сразу после инцидента был в шоке, как блогер с многомиллионной аудиторией просто взял и позволил себе дать пощечину 16-летнему пацану. Изначально он вообще не хотел предавать огласки случившейся и даже просил удалить видос всех, кто его снял. Теперь он требует, чтобы Тамаев извинился перед ним за пощечину. Сам Тамаев пока никак не комментировал эту ситуацию. Его социальные сети молчат. После этой новости появилась и другая, не менее скандальная и также имеющая отношение к Асхабу Тамаеву. СМИ написали, что на Ламборгини Тамаева за последний год прилетело 47 штрафов на 75 тысяч рублей. По данным Шот, сейчас он проходит фигурантом по двум административным делам. Его обвиняют в управлении автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Также среди нарушений блогера превышение скорости, неоплата парковки, несоблюдение требований разметки и другие. Кроме Ламборгини, в парке блогера имеется Rolls-Royce 2020 года выпуска. Машину Тамаев купил месяц назад, 11 июня. Стоит такая машина в районе 50 миллионов рублей. Кстати, оппонента с Хаба, Мелл Строй, тоже выдал инфоповод. С ним скоро выйдет интервью для вписки. Ждем множество новых откровений Андрея. В сети появился новый сниппет от Скали Милана и Аглии Стефана, чей новый альбом «Искусство» появится уже в эту пятницу. Полную версию сниппета вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке в описании ролика. Вчера в нашем ТГ-канале мы показывали видео, как Стефан и Даниил крушат чью-то машину в Москве. Видимо, все это было рекламной кампанией перед выходом альбома. Впрочем, Аглии Стефан все же прокомментировал этот инфоповод во время прямого эфира вместе с Воскресенским. Иностранный агент Моргенштерн в своих социальных сетях продолжает намекать на выход трека Наташа. Теперь он высказал это в ответ на комментарий от Ализейд, которая спросила про то, когда же Алишер сделает предложение Лизе Василенко. Теперь давайте скажем пару слов про западные новости. Ие, или же Канье Уэст, по его словам, покинет профессиональную музыку. Об этом рассказал Рич Закит. Он запустил переписку с Ие, который написал, цитата, «Ухожу из профессиональной музыки. Не понимаю, чем займусь». Рич Закит написал ответ, в котором стал убеждать Канье, что его музыка нужна. Вот его слова. «Почему? Ты нужен людям. Ты, Ти Ай, и мы оставили самый большой след в культуре в 2024 году. Выпусти Валчерс 2, и мы сделаем это снова. Немного отдохнуть, но уходить это не то». Через полчаса он удалил сториз. Рич Закит участвовал в записи трека «Карнивал», самого большого хита альбома «Валчерс». Этот трек занял первое место чарта Billboard 200. 19 июля Рич Закит выпускает альбом «Lives Gamble». Там будет два трека с участием Канье. Также Ие и Тай Долла Сайн являются исполнительными продюсерами альбома. Скорее всего, такие заявления делаются для подогрева интереса к выходу будущей пластинки. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok